Привет, друзья! В этом ролике вы увидите... Заинтересовали? Ставить йог и погнали! Здорово, народ! С вами Лёха, и я продолжаю свою стройку. Мы уже сделали полы, перегородки, ну а теперь подошла очередь к потолку. Сегодня я помонтировал потолок, я и расскажу. А для начала... Неплохо бы помыть руки. К счастью, у меня есть водонагреватель от компании Мастерица, ёмкостью на 17 литров и водоподогревателем на 1,3 кВт. Налил воды, включил и можешь мыть руки. О, тёпленькая пошла! Собирается эта комплектация буквально за несколько минут, а главное, он стоит недорого. Просто собрал, налил воды, включил розетку и можно мыть руки. Как для меня, эта вещь очень нужная, а то я уже устал мыть руки снегом, поэтому в моём хозяйстве на первое время это самое то. Дыг в мастерской, в принципе, я тоже оставлю себе, чтобы далеко не бегать домой. Главное лить воды, а потом включить тен, а не наоборот. И полотенец, не забудьте. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь я вам сейчас расскажу, как сделать тот самый бомбический потолок, который был в начале ролика. Да, сразу оговорюсь, что данный ролик я хотел об этом подсмотреть, то есть списать у него, как он сделал, сделать по аналогии, плюс немножко дополнить, улучшить. В общем, много очень роликов есть на ютубе, но они в основном однотипные. То есть вот начало, вот смотрите, голая стена, там дырка видна соседа, и конец. Вот готов, видите, какой молодец. Всё, звоните, пишите. А где промежуток, как он всё это делал, это нигде нету. Поэтому часть додумался сам, часть подсматривал на Яндекс.Картинках. То есть по аналогии. Поэтому строго не судите и погнали. Мне появится потолочный профиль 27 на 60. И также ещё потолочные направляющие 27 на 28. Перед тем, как начать монтаж, нужно заранее разметить, как у вас будет профиль типа потолку. Потом его проще ориентироваться. У меня будет утилон вдоль всей комнаты, а длина комнаты у меня 4,5 метра. Поэтому мне нужно сделать профиль длиной 4,5 метра. Стандартный он 3 метра, поэтому его нужно нарастить. У меня стаковал 3-метровую часть с полутораметровой. Стаковал его на профиль 27 на 28. То есть на те куски огрызки, которые остались от направляющего потолочного профиля. Стаковал на два кусочка с двух сторон. На 4 самореза именно полуметал. Пришёл наконец-то мне с Бомж-Экспресс нивелир за 700 рублей. Классная чудная вещь. Работает на двух батарейках. После второго падения с высоты выкинул его вместе с батарейками. Классная вещь. Не рекомендую покупать хороший инструмент на Алиэкспресс. С помощью нивелира стреляю по потолку, чтобы была ровная линия. Вооружаюсь саморезами по дереву. И теперь нужно закрепить мне элементы, на которых будет крепиться профиль. Ну а теперь нужно узнать самую верхнюю точку моего потолка. Беру обычный уголок монтажный, который использовал его для монтажа кровли своей. Выставляю его по уровню. И сверху на него уже ставлю нивелир. И до прикручивания с помощью нивелира находим самую нижнюю точку от потолка. И делаем отступ, чтобы там мог пролезть в будущем провод, либо профиль. В общем 2-3 см. Это в будущем пригодится, чтобы потом не сверлить сам профиль. Нижняя точка найдена. Теперь осталось только закрепить подвесы. Вертим. Подвесы закрепили. Теперь включаем нивелир. И по этой красной линии находим нашу границу самого профиля. Профиль длинный, поэтому без помощников тут уже обойтись трудно. Первый профиль готов. Теперь аналогично также по уровню нужно сделать второй профиль. То есть скрепим именно в порядке сначала первый профиль, потом последний. Съемка ведется специально при лампочке, но на самом деле я сейчас чисто пытаюсь накинуть, закрепить профиль там наверху, потому что он длинный, он извивается, его хоть как-то нужно наживить выше, чем будет проходить сама лазерка. И уже потом выключаем все лампы, включаем нивелир, чтобы хоть что-то было видно, потому что при лампочке вообще невозможно работать. И уже в этих полусумерках на эти накладные уже уши крепим сам наш профиль. Вот сейчас лазерку видно, видите, а когда свет вообще ничего не видно, даже в упор встать. Ну и все, и по аналогии спускаем профиль, доходим на границы и закручиваем. А уши потом погибаем обратно. Все, два профиля я установил, первый и последний, а теперь просто беру нитку с грузиками и натягиваю три нитки в начале, в конце и посередине. И креплю остальные профили так, чтобы они проходили буквально в миллиметре от касания этой нитки, то все остальные будут аналогичны. И кривизну мы не заметим. Если каждый профиль делать отдельно, то может получиться печаль. Ну, если у вас есть хороший нивелир, то в этом проблем не будет, но я делаю немножко по-другому. К этим профилям, так как их неудобно монтировать одному, так-никак они очень длинные, я прикрутил направляющую. То есть к концам и к началу под две направляющие. И потом уже вот на эту направляющую, которая находится в конце и в начале этих профилей, которых мы уже смонтировали, я закинул остальные профиля, и они просто там лежали. Они находились выше лазерки, поэтому лазерка их не доставала. И потом брал оттуда, двигал на нужную мне высоту, снижал их и крепил. Но крепил, естественно, по нитке. И теперь осталось смонтировать еще направляющие. То есть то, куда будет тыкаться сам профиль 27 на 60. Перед началом монтажа их необходимо еще просверлить. Сверлим. Закончили длировить металл. Теперь наступаем к монтажу на самой стене. Также здесь поможет нивелир, но уже немножко на нижней высоте. Почему на нижней? Потому что здесь будет ступенька. То есть далее монтаж будет наверху крепиться в гипсокартон, а уже ступенька будет пониже. Чтобы не переводить профиль, я сделаю сразу ступеньку, а полностью основание делать не буду. Отступаю на 15 сантиметров пониже. Это немного. То есть я рукой, в принципе, без прыжка я ее достаю. Головой биться не буду. Так что высота нормально. И также по лазерке. По всей этой комнате делаю уже на 15 сантиметров ниже. Но основание профиля. Дальше же профиль потолочный. То есть поперек крепиться не будет. Чисто нужно крепиться к стене. И делаю контур по всей комнате. Поздравляю. Первый этап монтажа готов. Мы сделали ребра жесткости, то есть первое основание потолка. И концевую окантовку. То есть там, где будет заканчиваться потолок. То есть у нас есть самая верхняя точка и ступенька самая нижняя. Все. Ниже делать не будем. И самое главное не забыть, что помимо подсветки у меня здесь будет висеть люстра. А люстру нужно к чему-то крепить. Гипсокартону я ее не закреплю. Поэтому заранее нужно заложить кусочек фанеры. Это не сложно. Главное не забыть, где у вас будет висеть люстра и скока. Я знаю, что у меня одна, идеально по центру. Поэтому просто беру фанеру и наживляю на 4 самореза к самому профилю. И главное не забыть, перед тем, что начнем монтировать гипсокартон, заложить туда кабель. Кабель так и касается металла, мы помним. Его нужно бросать в гофре. Там еще плюс у нас будут подвесы, а не острые. Поэтому лучше киньте в гофре. Главное не забыть его вообще кинуть. А то будет вообще раз открытие, что что-то не хватает. Ну а теперь заносим строительный козел, потому что с тременки больно ты не поработаешь. И можно приступать к монтажу гипсокартона. Тут не поможет жена, потому что один мне такой лист без поломки уже не подниму. Затаскиваю козел и буду монтировать сейчас эти листы. Я спланировал так, что у меня целиковых будет на потолке всего 4 листа. Поэтому за один приход можно сделать сразу одну пятую всего потолка. Ну а как, сейчас вам покажу. Итак, загоняем на козла жену, подаем лист гипсокартона. Она крепит, а я буду командовать. Ладно, шучу, ничего у нас не получилось. У нее маленький рост, поэтому пришел в лес самому. Я придерживал первую половину листа, чтобы не переломился, жна держал вторую. Но была проблема, как попасть листом гипсокартона на все профиля. И чтобы он на смежный, там где будут стаковаться, два гипсокартона на одном профиле, занимал именно середину. На втором листе уже додумались, прям по центру профиля накручиваем саморезы, так, чтобы торчал где-то сантиметр-полтора. И когда будем подавать вторую лист гипсокартона, мы упираем его в часть лицевую, получается, предыдущей, а боковые части упираются в эти черные саморезы, и как раз занимают ровно половину профиля, остальное половину остается для следующего листа. Мы додумались уже в процессе, ну а так, может, кому-то пригодится. С каждым последующим листом получается все быстрее и легче. Каждый понимает, что делать. Ну а поначалу, естественно, будет много времени уходить на танцы с этим листом на козле, на стремянке и вообще не понимать, как все крепить. Но, к счастью, этих листов на потолке мне было всего четыре больших, остальные маленькие уже можно справиться одному. Поэтому буквально за час, может, чуть больше мы сделали. Но осталась одна маленькая проблема, это узнать, где профиль проходит под листом. В этом не поможет обивка. Залезаем по краям, видим профиль глазами, помечаем с каждой стороны по центру профиля, один помечает с своей стороны, я со своей. И выстреливаем. И с помощью обивки мы видим линию, и вдоль этой линии находится сам центр профиля. Ну а теперь просто уже берем по этим обивкам, крепим весь гипсокартон к потолку. Ну а теперь осталось только нарезать маленькие кусочки и сделать центр. Я сейчас колотил такую интересную приспособу, буквально 5 сантиметров до потолка не хватает с планкой, то есть швабру прикрутил по треноге. И теперь на эту швабру можно положить небольшие листы, он будет держать с одной стороны, а я в другой. Скажем так, статуя помогающей жены. Не забываем пройдять провод и доделаем просто кусочки. Странно, посмотрели половину видео, о комментариях и лайках почему-то мало. Это нужно исправить. Паящий потолок готов, это был бюджетный вариант. Всем спасибо, убегаем. Ладно, шучу. Второй этап мы завершили, теперь переходим к третьему. Отступаем с каждой стороны, необходим вам размер. В моем случае это 37 сантиметров. Можно больше, можно меньше, кому как, как позволяет потолок. Делаем заметки на каждой стене. И по двум точкам уже, с помощью нивелира, либо обивки, не знаю, что у вас там есть. Соединяем их, получаем одну общую линию. То есть по двум точкам делаем прямую. И теперь по этому же отстеленной либо обивки, либо лазерки, крепим такой же профиль 27-28 уже к основанию потолка. Это будет наша внутренняя часть. Как видите, тут я уже не стал заморачиваться с профилем, а сначала прикрутил листы, а потом сломонтировать профиль. Когда я делал стенки, до этого я еще не надумался. Но опыт приходит. Ну а теперь необходимо напилить полки. Полки, которые будут выпирать из нашей ступеньки. Основание у нас 37, мы отступили от стены. Полки должны быть побольше. Насколько больше, решайте сами. Я сделал на 8 сантиметров. Ну а теперь напиливаем детали. Полки между друг другом будут идти шагом в 30 сантиметров. То есть на основании периметра всей комнаты, то есть длины всех стен, делим их на 30 сантиметров и нарезаем необходимое количество этих профилей. Ну, режем. Напилил я последние кусочки выпирающей будущей полки. Все, навалили мы кучу заготовок. И не забудьте еще сделать маленькие кусочки заготовок, которые будут держать наш профиль, который находится на потолке и нашу полку. То есть нечто в промежутке. Вот так это будет выглядеть. Конечно, если у вас много железа, можно делать профессионально, но у меня бюджетный вариант, поэтому буду делать немножко по-другому. Суть та же. Шевелиться, болтаться он не будет. Почему? Я в будущем это покажу. Делаем углубление надреза таким образом, чтобы в будущем, когда будем крепить его к потолку, его хватило. Можно больше, можно меньше. И теперь на длину всей этой полки, которая будет выпирать, делаем циркуль самодельный. С одной стороны гвоздь, с другой карандаш. И делаем так, который ручками. Жинь-жинь. Получается полукруг. На всех углах делаем полукруги. Теперь необходимо нарезать еще 8 змей. 4, которые будут крепиться к потолку и 4, которые будут закрывать нашу некрасивую ноготу. Итак, показываю, в чем они отличаются. Боковые змеи режутся две стороны прям подряд. Она будет сгибаться у нас только в одну сторону, а другие 4 змеи режутся в профиль. То есть, одна крепится к потолку, а вторая будет закрывающая. Та, что крепится к потолку, крепим ее к потолку по тому радиусу, который мы ранее начертили с помощью самодельного карандаша. Как же медленно это все идет, вы себе не представляете. Ну, а теперь монтируем сами полки. Начинаем монтаж этих полок именно с углов. Зачем? Сейчас расскажу. Мне понадобится сама полка и крепежный элемент, который будет крепиться непосредственно к потолку. Крепить это все буду на обычные саморезы по металлу. И нам еще нужно будет два уровня. Почему два? Тоже покажу. Так, но еще нужны сами саморезы. Только уже не черный, а по металлу. Потому что черные будут уводить ваш металл в бок. беленькие, они будут просверливать и у вас будет больше шансов. Конечно, еще лучше элемент держать пассатижами и сверлить. Но это вообще, конечно, зашквар, поэтому я делаю обычным хозяйственным способом. Итак, залезаем, показываю. Закрепляем начальную полку к самой стене. На два шурупа в принципе хватит. И теперь вставляем наш промежуточный профиль и полку в промежуток между потолком и самой полкой. Закрепляем его в верхней части, а нижнюю часть уже стараемся стыковать в двух плоскостях. То есть между стеной и потолком и между левым и правым. То есть хватит нужно два уровня. Эти угловые стойки нужно закрепить максимально ровно, максимально по уровню. Это важно. То есть максимально долго и муторно вы должны крепить именно боковые части, именно угловые. А теперь, когда вы постарались, сделали, между ними натягиваем нитку и остальные крепятся уже не так сложно, потому что у вас есть к чему ориентироваться. Когда вы будете крепить по нитке, вы будете делать раза в 3-4 раза быстрее, чем когда вы мучились с уровнями и делали их в углах. Но это того стоит. Если у вас углы сделаны кривые, а другой угол сделан ровный, вы натянете нитку, то это хотя бы будет все скрыто. А если вы будете каждую полку делать отдельно, ну, не знаю, по уровню, по уровню, и у вас он будет уходить по миллиметрам, когда приложите гипсокартон, может получиться волна. 2-3 миллиметра видно не будет. А вот если больше, сами понимаете. Поэтому нитка ваше все. Вот по этим углам делаем точно так же. Набиваем кучу полу. Вертим. Поздравляю. Третий этап завершен. Полки готовы. А если вы досмотрели, то вообще молодцы. Наши полки выбирают. Теперь необходимо уже с внешней стороны их закрыть. Так как они острые, все ржавые. И еще, конечно же, неровные. Там плюс-минус по 2-3 миллиметра выбирает. Сейчас покажу, как это все скрыть и исправить. Берем профилек наш. 2,7 на 28, то есть направляющую. И одеваем на эти страшные выпучивания. Чпонь. Чпонь. Вот так по красоте. Закрепляем только в начале профиля и идем в конец. Если у вас есть правило, какой-нибудь трехметровое, оно вам пригодится. Берем правило, давим в начальную точку и в конечную. И ровно по правилу закрепляем профиль. Это поможет мне избежать в будущем волнистости. Так у нас все нарезки не идеально ровны, я же не станок. Поэтому крепить нужно по какой-то ровной деревяшке либо профилю, либо направляющей, либо как я, по правилу. Крепим сначала в начальные точки, а потом в конечную. То есть делаем прямую. И по этим прямым уже делаем остальные промежуточные и по центральной и так далее элементы. таким образом получится без волн. Ну как нужно, как ровненько и будет все вообще классно. Да, кстати, внутренний контур я тоже закольцовывал в одну общую, единую. Ну да, квадратное кольцо сказать нельзя. В общем, квадратное кольцо. То есть внутренняя часть вся с друг другом, вся полностью состыкована. П. Смолибутские телодвижения она будет шевелиться вся целиком. Вкручиваем. Но уже длинные части там, где больше трех метров один я не смогу. Поэтому помощник будет держать правило, а я буду крутить. Также по двум точкам. От начала до конца. ну а теперь осталось сделать еще полумесяцы, полупопия, ну в общем, эти половинки полузакругления. из огрызков, которых у меня очень много, нашел более-менее что-то подходящее. И то, что мы делали на потолке, я делаю на этих огрызках. Эти огрызки с помощью лобзика или пилы по газоблоку либо ножом как-нибудь в общем вырезаем. Нарезали. Теперь достаем нашу змею, про которую я вам рассказывал, которая крепится именно вперед-назад, а не вдоль. и теперь обводим наш полумесяц по этим самым змеям. И прикручиваем. Должно получиться у нас полумесяц с маленькими ушками. Эти ушки будут загнуться. Вот такие четыре полупопия у меня получились. Теперь берем их и нужно как-то закрепить потолку. Как сейчас покажу, это будет очень непросто, поэтому здесь очень много внимания. Перед тем, как мы начнем, нужны еще некоторые детали. Итак, какие рассказываю. Нужны уголки, в котором будет крепиться будущий стоящий гипсокартон. По два штуки на один полумесяц. Сделать их можно из остатков, которые останутся от профиля 27-28, либо можно делать из большого, но они нужны, иначе будем крепиться к воздуху. Это не есть хорошо, нужно крепиться к железу. Делаем два уголка на каждую луну маленьких, где-то по 3-4 сантиметра, чтобы они выступали. то есть 4 на полумесяц. И делаем еще по одному большому, буквально 10 на 10. Это будет центральный уголок. И еще делаем такую же стоечку, которую мы делали на отступ от стены. 33 сантиметра, тоже по одной штучке на каждый уголок. Итак, берем профилек, берем уголок, берем два маленьких уголка, металл, саморезы, берем шуруповерт, пассатижи и наш полукруг. Для начала в центр прикручиваем сам держак, который будет держать центральную часть. Это самый большой уголок. По бокам, чтобы ровно лел гипсокартон, нам нужны маленькие уголки. Их тоже крепим. Вот в этой части крепить их очень сложно, но возможно. Закрепили, должно получиться именно так. Теперь берем наш полукруг, полумесяц. Ах да! Самое главное, перед тем, как начать крепить полукруг, закройте основание гипсокартоном, иначе потом вы не подлезете. Откуда я знаю, потому что с этим сталкивался, я уже рассказывал. Но для начала его нужно изогнуть. Как гнуть? Очень просто. Берем кусочек готовый гипсокартона, желательно около стены, берем трубу, баллон, не важно, что у вас есть. И катаемся на нем. Реально катаемся, раз в 10 сделаем, желательно свой собственный вес. Прокатились по нему, теперь поднимаем наш листочек этого гипсокартона, по которому мы катались, желательно трубой. И он спокойно гнется, по крайней мере, под 45 и острее, можно сделать спокойно. Проверял, я вам за это отвечаю. Видите, можно легко погнуть. Теперь берем, поднимаемся на нашу будущую полочку и прикручиваем. Если сделать в другом порядке, вы потом либо обнерете руки, либо он у нас поломается. Откуда я знаю, не спрашивайте, я проверяю. все закрутили, вот такой полукруг у нас получился, ну а теперь уже можно стыковать нижнюю часть. Да, перед тем, к нему стыковать нижнюю часть и нужно подготовить. Уголки загибаем, засверливаем в двух сторон клопами, саморезами, в общем, чтобы они держались. Эти стороны помогут мне ровно пристыковаться к углу. Ну, угол-то у нас ровный, надеюсь. И еще стоячок, который я говорил, стоячный профиль 37 сантиметров. Делаем по центру, он нам тоже пригодится. Должно получиться у вас арбалет на дракона. Похож? Похож. Но теперь его нужно стыковать. Стыковать его непросто, говорил сразу. Поэтому желательно какого-то помочь. Если нет, со стороны это будет выглядеть не очень эстетично, но я покажу, как его закрепить. Сначала стыкуем в большом углу, а потом стыкуем по бокам. Чтобы было комфортнее стыковать по бокам, сделайте себе какие-нибудь пометочки. Если нарисовал квадратики с отступом каждый сантиметр. То есть, уже по ним плюс-минус там буквально полусантиметра там, это погрешность и это на глаз видно не будет. Но они помогают ориентироваться, когда вы будете крепить этот профиль. Его закрепить не так уж просто. Я говорю сразу, поэтому вы там намучаетесь. Поэтому стыковать его нужно в такой последовательности. Сначала стыкуете центр и он хоть как-то будет висеть, а потом боковые части. Эти боковые части желательно делать чем больше, тем лучше. Чаще вы не сделаете, так у вас там ничего нет. Естественно, там можно добавить еще профиля, но в этом нет необходимости, так как если вы не будете сделать будущим турник у вас на потолке, то этого более чем хватит. Это чисто у вас декорация. Не забываем работать с перчатками, иначе ваши руки видят такая же участь, как моя до одевания перчаток. вертим. Не забываем сделать пометки, в будущем они нам пригодятся, когда будем делать нижнюю часть, там ориентироваться не на что, а вот на эти пометочки очень даже неплохо. Нижнюю часть закрутили и начинаем крутить всего одну сторону, потом другую. Чтобы они были идеально симметричны, помогает разметка. Поэтому про нее не забывайте. все готово. Если у вас завелась в холодильнике бутылочка шампанского, можно открыть. Четвертый этап мы завершили. В принципе, это уже все. Осталось только нарезать и накрутить листы гипсокартона. Самое сложное позади. Единственное, если нижняя часть у вас будет болтаться, ее можно по центру усилить еще какими-нибудь остатками, кусочками к тому профилю, который находится прикрученному к потолку. На будущее мало ли у вас будет болтаться. Ну, а теперь нарезаем маленькие планочки. Она у вас должна быть ровно половину от той полки, которая выступает. Если высота полки у вас 15, то это выступающая часть, то есть высота полочки должна быть у вас 7 плюс-минус полсантиметра. Сначала стыкуем внутреннюю часть, естественно, а потом наружную. Ну, а как закрепить уже гипсокартон к профилю, я думаю, вы знаете. Тут замечательно, что не надо. просто берем наш гипс, поднимаемся на ступенечку, ставим и закручиваем. Тут все видно. Да, кстати, если будете крепить по средовательности противоположной, то есть сначала низ, а потом вверх, то у вас не будет возможности подсмотреть, попали вы в профиль или не попали. Ну, это так, на будущее. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Ну, а теперь монтируем большие листы. Также не забывайте про лайфхак. По центру профилей, где гипсокартон должен приходить прямо по центру этого профиля, оставлять себе саморезы, чтобы угадывать прямо по центру профиля, чтобы будущему листу было бы куда прикручиваться. Это очень поможет. И не забываем на стенах процарапать или нарисовать места, то есть рисунки, там, где у вас идет профиль, потому что за листом вы потом не вспомните, где вы там его прикрепили, а царапин на стенах будто как ориентир. Все нарезано, осталось смонтировать. очень большие куски, которые больше двух метров, одному уже сложно. Да и к тому же, если у вас возможность прикрепить целиковый лист, бросить конь по помощи и по стяжину. Целиковый стык это лучше, потому что там в будущем уже не точно будет трещин, потому что он целиковый. Мне повезло, у меня на всех сторонах он был целиковый, поэтому у меня, в принципе, по контуру было всего-то 8 кусочков. 4 квадратных и 4 длинных. Красота! Ну все, пятый этап завершен, теперь осталось все это почистить. Одеваем респиратор, отчетчики от болгарки, да, потому что от пыли не помогут, откуда я знаю, как вы знаете. Упираем нашу пилку в сам профиль железным, она по нему начинает скользить и вырезаем все фигурные элементы, которые мы сделали на потолке. Можете сразу их вырезать на полу, но потом, когда будут нестыковки, не удивляйтесь. У меня нестыковок не было, потому что у меня получился практически заводской респ. Почему? Потому что я крепил прям по факту. То есть, упираю полотно прямо в профиль, полотно по нему скользит и все у меня четко, без узоров, без заусенец, в общем, как с завода. Шикарная вещь. Одна вещь, конечно, есть минусовая, это путь. Но делать нечего, пилип. Пыль осела, очищаем глаза и свои труселя от этого гипса и закрепляем последний элемент, это эту полочку. Полочка, как я говорю, на 7 сантиметров. Закрепить ее, в принципе, никаких проблем нет. Также нарезаем маленькие кусочки и крепим прям по стыку. Как загнуть гипсокартон, вы знаете, но о прямой участке тут, в принципе, уже и говорить нечем. гипсокартон, вот и все. Закончили мы последний этап. Осталось только все пошпаклевать, покрасить, кинуть на бортик подсветочку, поставить волшебную люстрку И будет все муа, у Вася огурчик, классно, супер Это будет скоро, но в этом видео я вам не покажу Потому что так получилось очень длинное Потолок смотрится сказочно Не знаю на видео это можно напередать или нет Но для меня это лучший вариант, чем был бы натяжной ровный потолок Я всю жизнь смотрел на ровную стенку А так хоть есть себе под настроение Под любой цвет, под музыку можно изменить эти диодные ленты Это сложно описать, но это будет классно Вот как-то так А вот так потолок смотрится днем При свете уже без лампочек, чисто под солнцем Он смотрится еще при свече, чем вечером Я представляю, когда его пошпаклю и потом подсветку Это будет вообще нечто В общем, потолок получился даже лучше, чем я планировал Надеюсь, я вас приятно удивил Извиняюсь, что видео было длинным Надеюсь, вам понравилось Увидимся с вами в комментариях На этом пока все Продолжим на следующей неделе С вас лайкос, комментос, поделитесь И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok